Кандидат в президенты, беременная пауза, Казахстанской Федерации Футбола. Где играть нашим детям сегодня? Вот где в Алматы может ребенок пойти и иметь полноразмерное поле? Наша задача сделать так, чтобы вот эти огромные суммы, которые выделяются из государственного бюджета, в первую очередь перенаправить в нужное русло на развитие инфраструктуры и на развитие детско-юношеского футбола. Как президент вы готовы к радикальным мерам? Это кормушка, очень серьезная. Мы обязаны это сделать, то, о чем вы говорите. А для того, чтобы сделать, во главе клубов должны стоять профессионалы. Вы руководили Астаной, футбольным клубом? Когда меня только назначили, генеральный директор, уже мне не давали работать, потому что хотели, чтобы другие люди заняли этот пост. Они своего добились, мне пришлось покинуть футбольный клуб Астана. Что вы сделали неправильно за время работы в футбольном клубе Астана? Почему вас как футболиста очень-очень любят, но как управленца почему-то нет? Потому что как футболист я не представлял никакой, наверное, опасности для этих людей. Не может боксер руководить футболом. Привет, друзья! Я Тимур Баламбетов. Добро пожаловать на мой канал. Я вас очень рад видеть, особенно тех, кто уже подписался. Если вы еще не успели это сделать, подпишитесь, нажмите на колокольчик, потому что это мегаудобно. Ну и, как вы знаете, важно для меня. Мы встречаемся с абсолютно разными людьми здесь и ведем интересные, надеюсь, для вас беседы. И сегодняшний мой гость уже был у меня в гостях в 2020 году в рамках проекта «Ербатыр». Но сегодня он предстает передо мной и перед вами немножко в другой ипостаси. Он не только легендарный футболист, но сегодня еще и кандидат в президенты, беременная пауза, Казахстанской Федерации Футбола. У меня сегодня в гостях Давид Лори. Привет, Давид! Добрый день! Как твои дела? Все отлично, все насыщенно. Очень насыщенно. Слушай, вот мы говорили с тобой в сентябре 2020 года. Тогда примерно вот в августе мы познакомились, решили поговорить в эфире. Это был классный разговор, который оставил только положительные впечатления. И потом, последние полтора года, я вижу, что у тебя прямо столько было инфоповодов, иногда очень неприятных, я думаю, для тебя и для твоей семьи. Ну и последняя новость – это то, что ты баллотируешься, выдвигаешь свою кандидатуру в президенты Казахстанской Федерации Футбола. Поздравляю тебя с этим решением. Спасибо большое. Именно поэтому хочу сегодня поговорить, потому что, ох, наш футбол – это, конечно, твоя любимая тема, но для многих тема достаточно болезненная. И думаю, никто как ты не объяснит, что там происходит вообще. Во-первых, в прошлый раз, когда мы говорили, ты рассказывал о том, что ты учишься, учишься в Академии по линии УФА и по специальности спортивный менеджмент. Магистратура – это сейчас называется в деловом управлении спортом, скажем так. В целом, курс длится два года, ты практически закончил его? По сути, я его уже должен был закончить, но из-за пандемии, из-за локдаунов несколько сессий было перенесено. И вот сейчас уже буквально в марте должна была состояться сессия в январе в Амстердаме, но из-за бушующего омикрона ее перенесли на март. И сейчас в марте у нас уже финальный экзамен, после которого все закончится. Это официально у тебя будет, вот, но ты получаешь диплом, то есть ты дипломерный специалист. Диплом не только Академии УФА, но также Французского университета Лимонш и также бизнес-школы Бейбек английской. О, серьезный пакет такой. Ну, эта программа вообще создана именно для того, чтобы бывшие футболисты, которые хотят свою жизнь связать с управлением в спорте, с менеджментом получили качественное образование. И вообще, скажем так, УФА сегодня нацелено на то, чтобы спортсмены, которые понимают, что такое дух футбола, философия футбола, что такие футбольные ценности, возглавляли федерации, клубы в своих странах и имели хорошее профильное образование. То есть это их основная цель. И я уже третий поток, сейчас уже начинается четвертый поток с очень большим конкурсом, с очень качественными спикерами и очень большим объемом информации, то есть образовательной информации за эти годы. Ну и ты все еще единственный в Центральной Азии, кто обучается по этой программе. Да. Супер, супер. Это прямо очень-очень круто. Я, мои зрители знают, что я абсолютно не из сферы спорта, я очень плохо разбираюсь вот в этой теме, поэтому иногда буду задавать тебе простые вопросы, ты уж извини, если они покажутся всем примитивными. Но вот я из сферы шоу-бизнеса, и я на своем опыте знаю, что хорошие певцы обычно очень плохие продюсеры. То есть часто бывает, что певец становится популярным, появляются деньги, он думает, куда бы вложить, вкладывает в молодых артистов, обычно это разваливается в большей части случаев. Хороший футболист может быть хорошим управленцем? Он должен быть хорошим управленцем, в первую очередь, потому что он знает, что такое футбол изнутри. Если у него есть образование, есть достаточно интеллекта, достаточно знаний и опыта, он, естественно, может стать хорошим управленцем. И таких управленцев сегодня много уже в мире футбола. В нашей стране? И в нашей стране они есть, и в мире футбола, и их становится все больше. Еще раз повторюсь, в федерации сейчас примерно 30-35% от всех федераций европейских национальных ассоциаций возглавляют бывшие футболисты. И эта тенденция, и этот тренд сейчас идет все больше и больше их становится. Только из той программы, которую закончил я, уже двое стали президентами своих национальных ассоциаций. Девушка, которая учится со мной по программе, она в скором времени станет президентом федерации футбола Норвегии. То есть у нее очень большие шансы. Но вот и я решил, то есть в этом году у нас выборная конференция, которая будет 28 февраля, я решил подать свою, то есть предложить свою кандидатуру на пост президента федерации футбола Норвегии. Да, как ты принял это решение? И вот что вообще тебя сподвигло выдвинуть свою кандидатуру? Ну давайте будем откровенны, что я думаю, что еще 2-3 месяца назад это было бы вообще сложно. Ну 2-3 месяца назад у тебя вообще был очень сложный период в целом. Ну и в целом это сложно было. Но вот эти январские события, это направление наше и призыв нашего президента Касанжу Маркемельевича Токаева о том, что мы строим новую страну, новый Казахстан, жена Казахстан. Это нас, молодых ребят, амбициозных, знающих, что они хотят что-то изменить в своей стране, сподвигают на такие действия. Поэтому мы понимаем, что мы не хотим стоять в стороне. Я когда говорю мы, это я и все поколение тех ребят, которые играли со мной. То есть вот эти последние 20 лет, потому что я не представляю только себя, я представляю всех футболистов, которые сейчас закончили. Это поколение 40-летних ребят, тот же Самат Смаков, Алиэлиев, Андрей Карпович, Нурбал Жу Москалиев и многие-многие другие, которые внесли свой вклад в развитие футбола в нашей стране. Мы все понимаем, что мы хотим изменений, мы хотим развития. И мы понимаем, что мы это должны сделать сами, это должно быть в наших руках. Потому что мы не хотим зависеть от кого-то и потом жаловаться, что что-то пошло не так. Мы имеем возможность, имеем знания, имеем опыт, имеем понимание футбола и имеем доверие людей для того, чтобы это воплотить в жизнь. Почему это было раньше невозможно? Почему вот ты почувствовал, что сейчас это может получиться, а раньше это было недоступно вам? Потому что пришло время, во-первых, пришел возраст, пришло понимание сознания. И еще раз повторюсь, когда глава государства призывает свой народ на то, чтобы он был активный и он участвовал активно в жизни своей страны, то есть это дает определенное вдохновение на активные действия. Я с этим абсолютно согласен. Но ты не считаешь, что все-таки некоторые назначения, которые сейчас производит президент, они все равно оставляют вопросы? То есть ощущение, что не новая кровь приходит, а просто меняют местами тех, кто уже были? Вопросы будут всегда у многих. Ответом будет только так, люди, как на этих местах, справятся с этой работой, которая им доверена. Это очень важно. Очень важно выполнить те поставленные задачи, которые ты декларируешь и которые перед тобой ставят. Хорошо. Если возвращаться к должности, на которой ты сейчас баллотируешься, чем занимается президент Федерации Футбола? Как бы это глупо не звучало, но то есть вот что он определяет в первую очередь? Основные задачи какие? Стратегию развития, то есть направления, какие направления будут в первую очередь приоритетными в стратегии этой развития. И контроль, естественно. То есть это очень большой объем работы. Я это прекрасно понимаю. Но я еще раз говорю, я не один. Нас очень много и очень много профессионалов. И каждый на своих местах, каждый в своем сегменте. То ли это будет управленец, то ли это будет тренер, то ли это будет администратор. Администратор, он должен просто выполнить свою работу профессионально и так, как положено. Но это одна из вещей, в которых часто тебя обвиняют. В том, что ты все время тянешь одних и тех же людей, они рядом с тобой всегда. Это Самат, это Али. Да, но мы с вами говорим, Тимур, о тех людях, которые сейчас являются лучшими в своей стране, в нашей стране. Понимаете? И здесь не о том, что они мои друзья или я с ними провел всю свою футбольную карьеру. Это профессионалы своего дела. И я бы хотел в своей работе опираться на профессионалов, которые, я уверен, свою работу сделают на высшем уровне. Они ее знают, они ее понимают. Невозможно ничего сделать без любви к своему делу и без любви к своей стране. Мы должны это все понимать. Не, на самом деле для меня это не вопрос. Ну, то есть я тоже управлял компаниями, я всегда собирал команду. И очень часто в команде были люди, которые со мной долгое время по жизни шли. И я уверен в том, что они хорошо работают. Тимур, вы знаете, мы вот о том, куда идем сейчас, мечтали примерно с 16-17 лет. Видя, в каких условиях мы тренируемся, видя там, где мы играем, к чему мы хотим стремиться и что нужно изменить. Мы дошли к тому моменту, когда мы можем это сделать. Тогда мы это не могли это сделать. Мы были молодые, действующие футболисты. Но сегодня это в наших руках. Поэтому мы туда идем. И мы говорили с этими людьми, там, 10, 15, 20 человек. Это национальная сборная, которая особенно того выпуска 2006-2007 года, которая и до сегодняшнего дня там считается самой успешной. Именно в тех отборочных играх, где мы играли. И тот того результата, который мы добивались, это и признание народа, признание болельщиков. Это можно говорить без скромности. Хотя мы не смогли добиться значимых результатов и не вышли, например, финальную часть никакого европейского турнира. Но мы были одни из первых, кто начал играть за сборную под эгидой UEFA. Понимаете? А это совсем другой турнир, он очень сложный. И мы это всегда прекрасно понимали. И мы тогда мечтали об этом. Мы тогда хотели быть как Франция, как Испания, как Италия. Но это же все в наших руках. И это мой вопрос. Ведь это было возможно все эти годы, но почему-то это не делалось. Почему так? Ну, вы знаете, я больше склонен к тому, чтобы не обсуждать то, что было сделано или не сделано. Я больше склонен к тому, чтобы обсуждать, что мы видим, что нужно сделать. Отлично. Тогда вот такой вопрос. В чем заключается ваша программа, предвыборная и вообще ваше видение того, как нужно менять наш футбол? Ну, вот смотрите. Футбол, это экосистема, которая не может зависеть от... Что-то нет одного, что главенствующее. Все зависит друг от друга. Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Поэтому сейчас говорить о том, что вот это важно, а это не важно, будет не совсем правильно. Понятно, это видят все вокруг сейчас. И мы проехали уже полстраны. И еще впереди у нас еще неделя, куда мы поедем. И мы везде видим. И у всех всегда людей с теми людьми, с которыми мы разговариваем. У всех одна и та же и просьба, и пожелание. И как их обида, горечь о том, в каком состоянии находится наша инфраструктура. Инфраструктура, в первую очередь. Это раз. И такое отношение к нашим тренерам, особенно к детским тренерам, которые есть сейчас в футболе, это два. Это то, о чем говорят постоянно. Это в первую очередь. Да, про инфраструктуру я понимаю. У нас плохие старые стадионы, бесхозные, детям негде заниматься. Давайте даже вот уберем в сторону то, что у нас стадионы, где детям... Потому что стадионы, они в большей степени предназначены для профессионального футбола. Сейчас уберем их в сторону. А вот массовый футбол, детско-юношеский футбол, у нас нет возможности развития детей в этом сегменте. Потому что у нас нет условий. Потому что где играть нашим детям сегодня? Вот где в Алматы может ребенок пойти и иметь полноразмерное поле, например, два-три полноразмерных поля, чтобы просто прийти и поиграть в футбол? Бесплатно. Бесплатно, на хорошем поле, хорошего качества. Не просто постеленное на бетон, просто чтобы оно было. А хорошее качество, где оно будет... Не повлияет на его здоровье, и он будет в удовольствие играть. На суставы, да. Да, это раз. Во второе, если мы хотим... Что нужно делать для того, чтобы наши дети росли? Мы же должны сделать так, чтобы у них было достаточно соревнований. То есть мы должны отрабатывать с Министерством образования, с Министерством культуры и спорта о том, что мы должны не создать, а действительно привести в порядок студенческие, школьные лиги. Потому что из этих ребят потом выйдут лучшие из них, они попадут в профессиональный футбол, в профессиональные футбольные секции и, возможно, станут профессиональными футболистами. То есть мы даем этим самый шанс. Но опять же, у них нет условий, где это проводить, нет качества этих проводимых соревнований. И это же та база и тот фундамент, с которого нужно начинать. Слушай, наверное, и стимула особого нет. Потому что нужно... Понимаю, что деньги не главное, может быть, приз не главное, но вот даже само признание, которое ты получаешь в конце, это же тоже влияет? Ну, когда ты в детстве и в юношестве, даже когда ты профессиональный футболист, финансовый стимул это всегда стоит в стороне. Главное, это когда ты спортсмен, ты победитель, это достижение, которое ты достигаешь. То есть мы должны создать условия. И я понимаю, что, допустим, в случае нашего избрания, первые два года, я считаю, чтобы поменять отношение к футболу, мы должны очень сильно обратить внимание именно на вот это, на строительство инфраструктуры и на улучшение качеств образования наших тренеров. То есть вот эти два фундаментальных, скажем так, момента, они позволят нам, нашему подрастающему поколению, они дадут шанс им стать профессиональными футболистами. Ну вот, да, я сейчас до того, как мы к тренерам перейдем, мне интересно, куда уходит огромное количество бюджетов, которые выделяются на развитие инфраструктуры. На примере даже вот, я из Казаларды, я навел справки, поспрашивал, выделяется порядка трех-четырех миллиардов на футбол, но у детей даже нет где заниматься зимой. Они в аренду сами платят и занимаются, там есть такой, называется комплекс Евразия, вот ходят сами платят, занимаются, потому что на улице невозможно, крытого бесплатного нет, ну то есть, который им обеспечивает. Куда уходят все эти деньги? Смотрите, это проблема не только казахстанского футбола, всего мирового футбола, что до 80% выделяемых средств всегда уходят на заработные платы. То есть, сейчас наша задача сделать так, чтобы вот эти огромные суммы, которые выделяются из государственного бюджета, в первую очередь перенаправить в нужное русло на развитие инфраструктуры и на развитие детско-юношеского футбола, а не на заработные платы. То есть, когда вот пойдет это перенаправление финансовых потоков, то есть мы увидим опять же развитие всего, то есть развитие фундамента инфраструктуры, детско-юношеский футбол станет развиваться, у них будет достаточно соревнований, у них будет качественные тренеры, у них будет качественная инфраструктура, это залог успеха сегодня. Вот тоже такое ощущение, что дети и тренеры, они самые крайние всегда, вот самая сложная ситуация, меньше всего зарабатывают. Вот вопрос по тренерскому составу. Тренер получает очень небольшие деньги, очень скромные, что создает вот этот порочный круг, который уже закрепился, что начинаются поборы. Это не обвинение, это констатация, потому что мы все понимаем, что всем нужно жить, не оправдываем это, абсолютно коррупцию осуждаю. Но логику понять могу в целом, когда тренер, например, делает упор на богатого, ну, ребенка, условно, обеспеченного ребенка, неталантливого, и забывает о ребенке мегаталантливом, который может стать действительно профессионалом, просто потому что не могут его родители платить, дополнительно платить, там, уделять внимания. Что с этим делать? Вот невозможно же просто взять и всем тренерам поднять зарплату, или возможно? Нет, но это зависит, скорее всего, от уровня его знаний, в первую очередь. Но, потому что есть определенные регламенты и определенные лицензии, которые тренер должен получать, начиная с лицензии D, заканчивая лицензией PRO. Во-первых, каждый тренер, который хочет получить такую лицензию и быть дипломированным специалистом, он тратит очень большое количество денег на это. О каких суммах мы говорим? Мы говорим от 400-500 тысяч до практически 4 миллионов тенге за лицензию. То есть это достаточно дорогое удовольствие. Да, если у тебя зарплата 150 тысяч особо. Да, это очень дорогое удовольствие. И для того, чтобы тренер... И здесь мы должны понимать, что федерация, она должна помогать. Возможно, субсидировать, да, обучение таких тренеров, наиболее перспективных, наиболее талантливых, в первую очередь, которые мы видим, что это принесет пользу нашему футболу. Также клубы должны помогать своим тренерам. В тех клубах, где они работают, тоже помогать им с обучением. Потому что сам не каждый тренер сможет осилить эту сумму и получить нужную лицензию. А сегодня такое правило в UEFA, только лицензированные тренеры могут работать в футбольных центрах и в профессиональных командах. Другая проблема, это то, что те ребята, которые учатся сейчас, допустим, и получают вот эту самую наивысшую лицензию PRO и тратят огромные деньги, они потом остаются, по сути, не у дел в премьер-лиге. Потому что мы сегодня даже та команда, которая не решает никаких задач, каких-то максимальных, абсолютно команда, которая просто участвует в чемпионате Казахстана в премьер-лиге, ну, условно, условный аутсайдер, он предпочитает иностранца, нашему тренеру, понимаете. И помимо того, они приглашают иностранца и приглашают еще с собой помощников иностранцев. То есть 3-4 тренера в одной команде, они из другой страны, а наши ребята... С более высокими зарплатами? Не всегда с более высокими зарплатами, но наши тренеры не имеют возможности даже реализовать свои планы, возможности и то, что они могут принести. Какое решение? Да, если они защитить тренеров, то есть в России уже шла этим методом, то есть футбол же гибкий, он очень гибок, понимаете. Нужно быть... Всегда нужно искать оптимальное решение в той или иной ситуации. Сейчас нужно просто регламентировать, чтобы больше разворачивались в сторону наших тренеров. Но ведь здесь эта палка от двух концертов... Всегда так, всегда так, я согласен, всегда так. Но мы говорим о сегодняшнем дне. То есть сегодня у нас идет конкретный перегиб в сторону иностранных специалистов. А, окей. Этот перегиб очень сильный. И я еще раз повторюсь, я понимаю те клубы, которые ставят высокие задачи и, возможно, считают, что наши тренеры некоторые еще недостаточно квалифицированы. Потому что сейчас растет молодое поколение тренеров, которым действительно, возможно, нужно время, чтобы стать топ-тренерами. Но в прошедшем чемпионате, хотя в Астане, где я работал, работал российский специалист, в прошедшем чемпионате, в первых четырех командах, которые заняли первые четыре места, работали выходцы из Казахстана. В Тоболе, в Кайрате и в Казылжаре. То есть, значит, наши тренеры... Способны? Способны. Да, там в Кайрате работал и работает сейчас Курбан Бекевич Бердыев, это мэтр футбола. Глыба. Глыба. Мы понимаем, что он большое имя сделал себе в России, но давайте не будем забывать, откуда он вышел. То есть, он начинал работать здесь, в Казахстане. Интересно, интересно. Но президент может такие вещи изменить в федерации? Я думаю, что совместно с исполкомом они должны приходить к этому решению, должно находиться оптимальное решение. Мы должны защищать свой рынок сейчас. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы обязаны защищать свой рынок. И мы должны давать возможность нашим тренерам реализовать себя. Иначе для чего мы это делаем? Для чего мы их воспитываем и не даем им возможности работать? Тогда они не могут уехать в другую страну работать сегодня, если они не работают у себя на родине. Да. Но одно из таких уже прилипших к футболу слов или концепций явления — это коррупция. Как президент, вы готовы к радикальным мерам? Потому что вы же понимаете, сейчас до конца задам вопрос. Вы же понимаете, что невозможно будет только одним человеком во главе все изменить, если исполнение все уже привыкло работать определенным образом, распределять бюджеты определенным образом. Вы прекрасно все эти схемы знаете. Это кормушка, очень серьезная. Ее невозможно будет просто взять и, погладив по голове, сказать, а теперь мы работаем иначе. Во-первых, мы будем максимально прозрачной и открытой. Федерация должна будет работать максимально прозрачной и открытой. Во-вторых, мы обязаны это сделать, то, о чем вы говорите. А для того, чтобы сделать и поменять систему, во главе клубов должны стоять профессионалы. Вот этих профессионалов некоторых нужно будет воспитать, потому что нужно привести хорошие образовательные программы в страну, чтобы наши, те управленцы, которые действительно хотят повысить свою квалификацию, или те ребята, которые хотят стать будущим управленцем, чтобы они получили хорошее образование. Не все могут поехать в Швейцарию и учиться в УЕФА, мы это тоже понимаем. Но мы также должны создать эти программы здесь, чтобы дать им шанс иметь возможность работать. Это в первую очередь. Когда будут работать профессионалы, я думаю, что человеческий фактор тоже никто не исключал, это нельзя исключать. То это будет изменяться. Регламентировать это можно, это перенаправлять, я еще раз повторюсь, те потоки, которые идут с государства в правильное русло, в инфраструктуру, в детский спорт, в детский футбол. То есть то, о чем мы говорим. Вот и все. Ну вот опять же к разговору о коррупции. У вас тоже такие непростые последние пару лет были. Мы говорим о работе. Вы руководили Астаной, футбольным клубом. Тоже вот вроде исполняли обязанности какое-то количество времени, все было нормально. Но как только вы заняли кресло руководителя, началась какая-то ерунда, скажем так, непонятная, обвинение. Обвинение в коррупции. И впоследствии два с половиной месяца вы занимали пост и покинули его. Ну, в первую очередь я пришел в Астану как исполнительный директор, который отвечал за всю спортивную часть в клубе. Потом небольшое количество времени я работал генеральным директором, два месяца. По сути, когда меня только назначили генеральным директором, уже мне не давали работать. То есть делая, по сути, мою работу невозможной. И кто следил за футболом, они видели, что происходило в те месяцы. К сожалению, потому что хотели, чтобы другие люди заняли этот пост. Они своего добились, мне пришлось покинуть футбольный клуб Астана. Но я определенно горжусь этим периодом, потому что в тех сложных условиях, в которых мы работали, конец 2020 года, то количество долгов, которое было у клуба, то непонимание, что будет с командой дальше. Потому что мало кто знает, но в декабре 2020 года вообще ходили разговоры о том, чтобы этот клуб закрыть. Но потом было принято решение, что этот клуб должен продолжать жизнь. И задачи-то никто не снимал. Этот клуб флагман казахстанского футбола, один из флагманов казахстанского футбола. И задачи были всегда максимальные. И мы должны были, оптимизировав бюджет, оставить команду, которая сможет бороться за чемпионское звание. Нам это удалось. Удалось. Да. Астана не стала чемпионом. Меня уже тогда не было. Только в последнем туре. Ну а когда меня убирали, то убирали меня с формулировкой за то, что мы упустили первое место. А еще оставалось практически весь второй клуб. Игра еще не была сыграна. Совсем не была сыграна. И мы оставались всего лишь на одну очко. То есть искали причины для того, чтобы со мной расстаться. Это право учредителя. Это право тех, кто отвечает за это. Ну я свою работу, то что сделал, все, что я смог, я отдал, скажем так. То есть я вас сейчас правильно услышал. Вы не угодно были именно учредителю. Ну раз учредитель принял это решение, то есть как только в клубе стал новый учредитель, в принципе, в этот момент меня назначили генеральный. Почему? Это ведь нелогично. Вы оптимизировали бюджеты. Вы ведете команду, она показывает отличный результат. Все складывается так, как должно идти, но от вас отказываются. Помимо того, мы зарабатываем деньги. Более того, да. Из различных источников. Где логика? Ну логику нужно спрашивать у тех людей, кто это сделал. Я же еще раз повторюсь, я выполнял свою работу и старался сделать ее максимально качественно. Потому что много причин. Я родился в этом городе, я играл в этом клубе, я люблю футбол. И это для меня была большая честь и ответственность работать на этой позиции. Очень интересно. Тут возникает обязательно, конечно, у меня в голове вопрос, если управление клубом не удалось, удастся ли принимать сложные решения и управлять целой федерацией? И у меня удалось управление клубом. Более того... Простите, да, простите, по показателям, да, я согласен. Но удалось, то есть я показал свою эффективность на этом посту. Другой вопрос, какое решение приняли люди? Да, я его неправильно задал. Мой вопрос в том, дадут ли. То есть вот там вам, несмотря на все стремления и достигнутые цели, работать не дали. А вот президентом кто-то еще выше президента управляет? Есть кто-то, кто может сказать, нет, ты не сделаешь так? Это общественная организация. Я думаю, что мешать работать никто не будет. То есть критерием оценки это будет то, что ты декларируешь, что ты обещаешь, исполнишь ли ты. То есть у президента есть четырехлетний срок. Если ты за этот срок выполняешь поставленные задачи, то ты, я считаю, можешь дальше баллотироваться на следующий срок. Если нет, то это и как гражданин, и как мужчина ты должен понимать, что ты не справился со своей задачей. Прямо подвели к моему вопросу. Руководители наши, чиновники наши, властимущие, когда оставляют какой-то пост, никогда не признают своих ошибок. Это считается чем-то неприемлемым. Что вы сделали неправильно за время работы в футбольном клубе? Я думаю, что с экономической точки зрения, с точки зрения оптимизации бюджета и сохранения клуба мы постарались сделать все возможное. Но в то же время были ошибки такого спортивного характера в приглашении некоторых футболистов. То есть ошибки, может быть, в управлении, в взаимосвязи вместе с тренером. То есть были определенные нюансы, которые я сейчас бы, конечно, изменил. И, возможно, команда бы в тот момент был период времени, когда команда на один месяц просела в своих результатах. И нам бы всем вместе удалось бы этого избежать. Этого не произошло. Он же футбол, он состоит из мелочей. Возможно, даже, я вам скажу так, решение, как полететь или поехать на игру, оно влияет на результат. И потом влияет на количество очков, которые ты набираешь. То есть здесь вот эти вот нюансы, они сыграли какую-то роль. Я уверен, что мы это, конечно, даже за личную трагедию я принял поражение в Лиге конференции, когда мы проиграли финном дома 4-3, ведя 3-1. То есть я понимаю, что я тоже недоработал. А что там можно было сделать? Ну, значит, я недоработал в организации. В организации этой игры. То есть я не создал тех условий для ребят, чтобы они в этот день, в эту минуту выложились так, чтобы мы смогли победить. Я понимаю, что это спорт. Я сам 22 года играл в футбол и понимаю, что не всегда все зависит от даже самого спортсмена. Но каждый же должен делать на своем месте максимально для достижения результата. Спасибо, что об этом рассказали, что поделились. Здорово. В одном из ваших интервью, я процитирую, вы сказали, вот когда вы уже объявили о том, что вы выдвигаете свою кандидатуру, вы сказали, что сейчас очень много будет грязи. Более того, я вам скажу, что я уже знаю о предстоящих провокациях одного высокопоставленного чиновника, который вошел в штаб другого кандидата. Он уже сейчас занимается провокациями. Имена? Нет, я имена называть не буду. Я сюда пришел ответить на вопросы, а не заниматься осуждением. Имен не буду просить, понимаю, что вы не хотите их называть. Но в чем таком вас могут обвинить, чтобы люди, которые вам доверяют, вас поддерживают, могли бы поменять мнение? Что такое могут сказать о вас? Мне нечего на самом деле скрывать, но я знаю этих людей, что они способны на самые грязные поступки, к сожалению. И даже вот я... А то есть это не факты, а это, в смысле, уже такая... Факт, нет ничего фактов. То есть люди начинают, я говорю, они идут на самые низкие грязные поступки. Я просто как пример вам расскажу, я это сказал на пресс-конференции. Буквально через несколько дней, я какое-то время до этого, я часто хожу на подкасты, интервью. Я был на одном из подкастов, и ребята с этого подкаста просто мне сказали, Давид, сегодня позвонили, сначала предлагали деньги, потом угрожали, потом пытались уговорить, чтобы мы ту запись с подкастом, твою, то есть продали им. И просто ребята... Исходные файлы? Исходники, да. Как вы думаете, зачем? Не знаю, я не могу представить. То есть... Если вы что-то сказали, что в программу не вошло, что люди искали? Естественно, есть моменты, которые ты... Могут там вырезать, да, подрезать для целостности программы, но там... Даже если бы они их взяли, они бы ничего не услышали. Потому что ничего не было такого, о чем я мог бы сожалеть. То есть вы думаете, там искали компромат, или просто материал хотели взять для того, чтобы что-то склеить? Ну, могли склеить, мы же знаем сегодняшние технологии, компромата там найти было невозможно. Его просто нет. Но вы не опасаетесь того, что что-то могут найти такое, что вас дискредитирует? Нет. Фактически... Я могу опасаться только того, что меня могут оболгать, но не более того. Слушайте, я вот, опять же, там, я думал в шоу-бизнесе страшно, но я начал разбираться в подготовке к интервью и понял, что ваш мир, конечно, просто жуткий. И, наверное, в первую очередь из-за того, что там очень много денег. Ну, вполне возможно. Очень серьезно. Ну, у каждого же свои задачи. Да. Ну, просто я вижу, что куча есть сайтов, куча есть пабликов, страниц, телеграм-каналов, которые читают, и там столько всего. Там заказные статьи. Это, ну, я по опыту просто могу разобрать. Я обычно вижу, это определенное время выходит, с определенным тоном выходит. Есть целые футбольные страницы казахстанские, на которых вас нет. Просто нет. Ну, то есть там есть все, но вот вас там нет. И это для меня удивительно. Мне кажется, это просто надо постараться обойти, ну, вот такую личность в разрезе спорта, как вы. Это меня наталкивает на мысль, что все-таки противников хватает. Удивительно для меня, это мой вопрос. Почему вас, как футболиста, очень-очень любят, но как управленца, почему-то нет? Ну, скорее всего, потому что, как футболиста, я не представлял никакой, наверное, опасности для этих людей и угрозы никакой. Потому что, как управленец, у меня есть свое видение, свое мнение и свой путь развития, который отличается от пути развития этих людей. Вот и все. Скажите мне, вот назовите мне, наверное, пять главных проблем сегодняшнего нашего футбола. Их больше, чем пять. Но я еще раз повторюсь. Вот основное, то, что я вижу, это то, что мы с вами говорили, это развитие инфраструктуры, развитие человеческого капитала, поэтапный отход от государственного финансирования, перенаправление этих потоков в правильное русло, если они есть. Не в зарплаты, чтобы они уходили. Зарплаты нужно помогать клубам и учить их зарабатывать деньги. То есть федерация должна научиться это делать и помогать, чтобы тех иностранных футболистов, которых они приглашают, по возможности они приглашали из небюджетных доходов. Это очень важно сейчас. Это не произойдет не сразу, но это произойдет, когда у нас будет хорошая инфраструктура, когда у нас будет хорошая футбольная школа, когда у нас будет интересный чемпионат без скандалов, как вы говорите. Тогда мы для инвесторов будем интересны. Резервов очень много, просто люди не хотят вкладывать в такой футбол. То есть первоначальная задача сделать футбол прозрачным, чтобы инвестор захотел в него вложить. Ну да, он уже запятнан, но как-то не хочется ассоциироваться. Сегодня в средствах массовой информации среди болельщиков, как бы он ни был, он его очень любят, но критикуют его еще больше. Вот давайте вспомним, мы с вами когда были, мы же с вами встречались пандемийный год, да? Да, в 20-м году это было осенью. В 20-м году, и по-моему в это время стартовал чемпионат Казахстана, рестартовал, рестарт произошел в одной локации, вот здесь в Алма-Ате. Да, да. И давайте хоть вспомним и будем откровенны, про какой вид спорта говорили больше всего, вот, про какой говорили, какой жаждали больше всего восстановления болельщики наши, именно футбола. А если брать процентное соотношение болельщиков, то есть у нас их не так много. То есть если у нас будет интересный чемпионат, если у нас игра не будет, просто игра, а если мы создадим антураж вокруг игры, мы сделаем для людей это культурным событием. Тогда у нас количество болельщиков вырастет еще в разы. То есть понятно, что в пандемию это сейчас достаточно сложно сделать, это весь мир страдает от футбольный мир. Но это необходимо сегодня делать в современных реалиях. Наш футбол, он нуждается в полной модернизации. Так, вы сказали, инфраструктура, человеческий капитал, перераспределение или уход от госбюджета впоследствии. Интересный чемпионат. Интересный чемпионат и? Ну это столпы, а все остальное это экосистема. Туда входит и женский футбол, и футзал, понимаете, и маркетинг, и коммерция, то, что мы говорим. Все это, это все детали, без которых невозможно наладить хорошую работу. Знаете, мне один человек сказал вот такую вещь. Давид талантливый, у него в потенциале все может получиться, но проблема в том, что у Давида нет крыши. А в этом бизнесе-кормушке без крыши невозможно. Что вы об этом думаете? Я не думаю, что здесь нужна какая-то крыша. Это мы мыслим какими-то понятиями прошлого. Я еще раз повторюсь, самым главным посылом в сегодняшнем Казахстане, это то, что сказал наш президент. Не нужна крыша, нужны люди, которые будут действовать, работать. Нужны профессионалы, которые понимают, куда они идут, что они делают. Не может боксер руководить футболом, понимаете? Или футболист руководить боксом. Это неправильно, потому что тогда ты не понимаешь саму философию игры. Ну хотя бы матчасть нужно понимать. Я вас понял, спасибо большое за такое разъяснение. Я хочу вас также спросить, вот это постоянное обвинение в том, что огромные бюджетные деньги уходят на профессиональный футбол. Вы считаете, это правильные траты или все-таки там нужно тоже пересмотреть? Мы с вами уже это обсудили. Те деньги, которые идут, проблема в том, что 80% от этого всего шло на заработные платы. Если у нас в клубах 40% легионеров, то мы понимаем, что легионеры, иностранные футболисты, сейчас нет понятия легионера, есть понятие иностранные футболисты. Иностранные футболисты зарабатывают здесь деньги, увозят их из страны, то есть эти деньги не остаются в Казахстане. А они бюджетные, да, то есть мы понимаем, что вот это и есть проблема. Да, но и мы при этом не развиваем своих, это же, наверное, самое главное. Конечно, но чтобы развивать своих, мы им должны дать нормальное образование футбольное, и мы с вами опять будем возвращаться. И где-то надо развивать. Да, и мы опять будем возвращаться. Замкнутый круг, конечно. Скажите мне, реалистично, за сколько лет, вот с условием того, что вот вы президент, вы применяете все, что вы в программе своей заложили, у нас появляются стадионы, площадки, тренерский состав, все, что необходимо. За сколько лет реалистично можно воспитать новое сильное поколение футболистов? Новое сильное поколение, понятно, но это декада, да, там, допустим. Десять лет? Десять лет, да. А что мы будем говорить о регионах, а если говорить о районах и селах, то мы вообще, да, то есть понимаем, что у нас там ничего нет. Но когда мы начнем с этого и начнем агрессивно с этого, то тогда уже мы увидим, то есть мы понимаем, поменяем само отношение к футболу, у нас больше детей начнет заниматься футболом. У нас они начнут заниматься и во дворах, и в школах, и в университетах, и в секциях их больше. Их и так ходит много, то есть будем откровенны, допустим, в Астане, когда мы работали, на один из наборов, то есть на каждое место было восемь претендентов. Вы понимаете, а в этом возрасте очень сложно правильно определить, какой ребенок талантлив. И мы должны, то есть увеличивать вот это количество детей, занимающихся, давать им возможность заниматься футболом. И заниматься качественно, то есть тренеры должны быть хорошо подкованы, методически, методологически, да, и это большая работа. Хорошо. Хочу спросить о вашей супруге, точнее о ее отношении. То есть если раньше она переживала, что вы себе что-нибудь сломаете, сейчас она, наверное, больше переживает за психологический фон и за ваше эмоциональное состояние. Потому что такое количество атак, которое было за последние полтора года, ну раньше такого, наверное, не было. Что-то могли фанаты там написать, да, болельщики. А сейчас пишут СМИ, пишут какие-то анонимные источники, очень неприятные. И мы живем во время, когда любой человек может пойти и просто написать на вас заявление. И этого достаточно для того, чтобы запустился определенный процесс. И мы видим, что очень часто чиновники, когда вот начинается такой процесс, им легче просто списать тебя, нежели разобраться и доказать невиновность человека. Но это то, через что, я думаю, вы проходили, да, испытывали на себе. Как она с этим справляется и поддерживает ли она вот это решение? Ну, видите, я, мы с вами в нашей прошлой программе очень много об этом говорили. И об этой истории я говорил очень много. Она всю свою жизнь со мной, всю мою сознательную жизнь со мной. И там от первого дня моей карьеры до сегодняшнего дня мы вместе, да, мы достаточно молодом возрасте начали свои отношения. И она живет моей жизнью так же, как и жила. Она меня полностью поддерживает. У меня большая здоровая семья, не только я, это мои родители, мой брат, и мои дяди, тети. То есть они все за меня переживают. Когда у тебя хорошая спина, хорошая семья, то это переживается очень спокойно. Тем более, я был профессиональным спортсменом, у меня были свои взлеты и падения. И я достаточно стрессоустойчив ко всем этим обстоятельствам. Нет, я в вас не сомневаюсь. Вот она как это переживает, когда она видит вот эти... Когда она видит, что я спокойна, она тоже спокойна. А, здорово. Хорошо. Ей большой привет. Обязательно, обязательно. За такую поддержку мощную. Это очень важно. Слушайте, наш тыл это так важно. Просто наша семья, наши жены. Это, да, потрясающе. Тоже такой, наверное, вопрос, больше касающийся вашей семьи. Я объясню, почему я его задаю. Большой у вас семейный бюджет? Ну, то есть, сколько нужно денег Давиду, Лоре и его семье, чтобы прожить месяц? В принципе, я не могу назвать точную сумму, да, сколько нужно. Но абсолютно не испытываю, слава богу, с этим никаких проблем, так как имел длинную карьеру. В течение этой карьеры думал о том, что я когда-то закончу. То есть, вы заранее готовились? И создавал свою экосистему, то есть, для того, чтобы после окончания карьеры чувствовать себя стабильно. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем ни для себя, ни для своей семьи. В плане того, что, ну, на самом деле, слава богу, то, что у нас есть, нам хватает. Я задаю вопрос, потому что, ну, тоже вот, вы знаете, сколько зарабатывает президент? Нет. Федерация футбола, в смысле? Не знаете. Вот, и тоже непонятно, вот, не искуситесь ли вы, когда вы увидите доступ к деньгам, когда вы поймете, что там есть бюджеты, что их можно распределить так, как ты хочешь в целом. Потому что, если вдруг вы испытываете неудобства какие-то или недостаток, соблазн будет больше. Ну, я уже повторился, то есть, я не испытываю с этим никаких проблем, потому что эта игра мне дала, то есть, стабильность в моей жизни. Ну, и правильное, правильное, то есть, распределение всех доходов, которые были у меня и которые есть сейчас. То есть, еще раз, у нас есть хороший семейный бизнес, и поэтому здесь я не вижу абсолютно никаких проблем. И никаких искушений в этом уж точно нет. Тогда мне нужно, я думаю, зрителям нужно до конца понять, зачем вам это все дают. Тимур, это вы должны понимать, мы говорили об этом ранее в программе, о нашей мечте. У каждого человека есть в жизни миссия. Я всю свою жизнь отдал футболу. Те ребята, которые со мной, они всю свою жизнь отдали футболу. И это наша миссия жизненная. Мы и есть футбол в этой стране, чтобы вы понимали. И представители, мы и нам подобные, мы и есть футбол. И в наших руках это изменить. Это миссия. Это самое главное, этот посыл, который мы хотим донести. Что мы будем работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Потому что мы это знаем, мы это любим, и мы хотим развития этой отрасли в нашей стране. Вы знаете, миссионеры очень часто погибают на своем пути. Или сгорают, перегорают. Вы готовы к этому? Мы же чемпионы, вы поймите. Мы готовы ко всему. О плохом не думаете. Не допускаете мысль о том, что у вас может не получиться? Нет. Вы пришли, чтобы стать президентом. Мы пришли, чтобы стать президентом, и чтобы футбол наш вышел на европейский уровень. Я желаю вам только удачи. Спасибо. Но вы меня зажгли сегодня. Спасибо, Давид. Я буду следить. Я думаю, что наши зрители тоже будут следить за развитием событий. Очень интересно, как это все получится. И я правда надеюсь на то, что призывы, которые сейчас звучат, действительно воплотятся в жизнь. И достойные профессиональные люди нового поколения будут у руля. Спасибо большое. Желаю вам только удачи. Спасибо. Спасибо большое, Давид. Спасибо. Как всегда, очень приятно. Спасибо. Я Тимур Баламбетов. Это мой канал. Не забывайте подписываться. Мы выходим практически каждую неделю. Оставляйте ваши комментарии. Если какой-то отрывок очень вам понравился или вызвал какой-то вопрос, не забудьте им поделиться у себя в соцсетях. Сделайте записи экрана или просто скриншот. И расскажите, что вам понравилось. Увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok